МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все мы в детстве были выдумщиками и фантазерами. Эти невероятные истории про полет на Луну, могучих воинов и внеземные цивилизации. Причем выдумывали так умело, что сами охотно верили в них. А когда в эти истории верили еще и взрослые, это было невероятным счастьем. Судьба героя, о котором пойдет речь, невероятно печально, трагично и в то же время комично. Он был не такой, как все. Он был непонят обществом. Мы в театре, студии киноактера, который открыл свой 41-й театральный сезон премьерной постановкой, тот самый Мюнхгаузен. Каков он авторский взгляд режиссера картины и в чем заключается парадокс главного героя, узнаем совсем скоро. С вами Алина Невоина, и это «Мода на культуру». Театр-студия киноактера создан в 1980 году. Труппа, сформированная из актерского штата киностудии «Беларусьфильм», впоследствии пополнилась выпускниками Белорусского государственного театрально-художественного института и актерами других театров. За время работы театр стал одной из самых посещаемых сценических площадок страны со своим репертуаром и своим зрителем. При этом следует отметить, что это единственный сохранившийся на постсоветском пространстве театр подобного типа. На его сцене творческую жизнь получили многие произведения мировой и отечественной классики, а также современных авторов белорусской и русской драматургии. А в 2011 году коллективу театра присвоено звание «Заслуженный коллектив Республики Беларусь». Очередной театральный сезон начался с показа премьерного спектакля «Тот самый Мюнхгаузен» режиссера Татьяны Пацай. На ее счету спектакли как в ведущих театрах Беларуси, так и постановки в театрах России. Татьяна, добрый день. Добрый день. О знаменитом бароне Мюнхгаузене написано много рассказов, снят ни один фильм и поставлен ни один спектакль. Чем вас так заинтересовала эта история? Может быть, в вашей жизни вы встретили фантазера, выдумщика, который вдохновил вас на эту постановку? Знаете, это, мне кажется, наоборот, очень личностная история, которая со мной очень взаимосвязана, потому что я с детства обожала фантазировать, часто меня обвиняли в каком-то обмане, но на самом деле это были просто такие фантазии, в которые я верила сама. Вот так же и Барон Мюнхгаузен, он же верит во все, что с ним происходило. И я даже когда со своими актерами на эту тему общалась, было или не было, тащил ли он себе за косичку в том бою или не тащил. Так вот, исходя из моего личного опыта, я уверена, что когда бы, если бы я попала в эту ситуацию с конем, я бы очень сильно хотела бы вылезти оттуда, я бы тоже стала себя тащить. И если бы мой конь наступил в это время на кочку и вылез, я бы была уверена, что это я сама себя вытащила за косичку. Поэтому я так думаю, что это скорее всего потому, что я к Барону Мюнхгаузену отношусь не как к фантазеру, а как к человеку, который искренне верит в то, что с ним происходит, это все по-настоящему. Я считаю его очень позитивным, одухотворенным человеком, который несет радость не только себе, но и другим. Спектакль поставлен по одноименной пьесе советского и российского писателя, сценариста Григория Горина. Расскажите, вот как правило, всегда то, что зритель видит на сцене, отличается от оригинального произведения. В чем здесь Ваше авторское видение? Я увидела, конечно же, там что-то свое, и, естественно, я, грубо сказать, вытаскивала, наверное, из пьесы Горина то, что мне было близко, то, что мне было понятно. И самое, наверное, большое, на что я опиралась, это на то, что, мне кажется, вообще творчество, творчество, оно должно быть жизнеразостным, жизнеутверждающим, позитивным, нести добро, нести чистоту, нести моральность. То есть я так сама живу, и поэтому я и в творчестве, естественно, ставлю в этом акцент. Поэтому в пьесе Горина я, опять же, видела это и ставила ради этого. И мне кажется, и актеры тоже прониклись вот этим моим мироощущением, и мы все вместе сделали очень, мне кажется, в такую чистую, радостную, где-то шаловливую вещь. Главный герой картины, Барон Мюнхгаузен, он такой достаточно человек противоречивый, может быть, на первый взгляд покажется. Он сам себе выдумывает какую-то дату дополнительную, 32 мая, например, да, сам себя за волосы вытягивает. В чем вот этот парадокс главного героя, на ваш взгляд? Вот видите, для меня парадокса нет. Для меня он совершенно целостная натура, абсолютно гармоничная. То, что он выдумывает 32 число, мы как-то вот даже с Андреем Беренком, художником этого спектакля, мы задумывали его мир, то есть декорации, да, вот мир, в котором живет Мюнхгаузен, это мир исследователя, это мир человека, который не на голых фантазиях строит свое, да, 32 число. Он человек образованный, он человек любопытный, любознательный, который проводит исследования, который знает множество наук, поэтому для меня он не, как это сказать, не взбалмошных аллеек, которые бросаются из одного там в другое, а совершенно очень интеллектуально простроенный человек. В каждом из нас живет тот самый барон Мюнхгаузен. Бывает, что со временем он куда-то исчезает. Как вы полагаете, этот спектакль для взрослых, молодежи? Я думаю, он для всех, потому что каждый в этом спектакле, наверное, в силу своего возраста может найти что-то свое. Потому что вот мои трое детей, которые смотрели этот спектакль, совершенно по одному воспринимают. Те, которые постарше, по-другому. Пожилые, я думаю, совершенно другое восприятие. И у каждого должна, по-моему, родиться только одна позитивная эмоция. Что надо уметь быть счастливым. Во-первых, он совершил тяжкий грех, лишив себя жизни. Неправда. Неправда. Ворон погиб случайно, протещая пистолет. Это, можно сказать, смерть солдата на боевом посту. Ну, так можно оправдать любого самоубийцу. Застрелившийся неумело обращался с оружием. Утопившийся плохой пловец. Но не это главное. Церковь не может признать истинными так называемые подвиги барона. Они результат фантазии и непомерного самомнения. Кто же такой этот барон Мюнхгаузен? И откуда появились его невероятные истории? Автором первых рассказов о приключениях барона был сам барон Мюнхгаузен. Мало кому известно, что дворянин существовал в действительности. Карл Фридрих и ироним фон Мюнхгаузен – немецкий фрайхер. Родмистр русской службы. Родился в семье полковника. В 15 лет молодой человек отправился на военную службу. А выйдя на пенсию, проводил вечера за рассказами невероятных историй небылиц. Именно тогда байки веселого барона услышал немецкий писатель Рудольф Эрих Распе и перенес их на бумагу. Так увидела свет его произведения – приключения барона Мюнхгаузена. Тот самый Мюнхгаузен, о котором идет речь в спектакле, вовсе не лжец и шутливый рассказчик, а вселенная фантазий и позитивного мышления. Его любовь к жизни и всему окружающему, его духовная свобода не вписываются в мир обывателей. Трагикомический спектакль, наполненный шутками и чудачествами, помогает взглянуть на мир глазами Мюнхгаузена. Его созидательная энергия и установка на радость жизни зарядит зрителя позитивом и, возможно, сделает кого-то чуточку счастливее. В спектакле задействован великолепный актерский состав, заслуженные артисты БССР и Республики Беларусь, а также актеры театра и кино. Одной из таких является Алла Пролич, заслуженная артистка Республики Беларусь. Потрясающе глубокая, психологически тонкая. Высокому искусству театра служит всем сердцем и талантам, подаренным от природы. Алла Григорьевна, добрый день. Добрый день. Спектакль «Тот самый Мюнхгаузен». Расскажите о своей героине и какова ее роль в раскрытии образа главного героя. Это для меня женщина, которая не умеет любить, хотя она так не считает. Это женщина мстительная, это женщина зацикленная на самой себе. И мне кажется, она не то, что не умеет любить, мне кажется, она вообще не любит людей. И ее цели меркантильны. И для меня было, перед тем, как создавать эту роль, понять, почему она такая стала, что ее привело к этому, потому что человек такой не мог родиться, естественно, как и мы все. Я придумала целую историю ее жизни, которая за кадром, которая на сцене не видна, но она мне помогает осуществлять свою роль и делает мою героиню живой. И мне кажется, даже понятной для зрителя. О чем этот спектакль лично для вас? О любви, конечно, это первое слово, которое можно сказать, о чем он. И второе, о людях, которые существуют вечно. О баронах Мюнхгаузенах. Это неважно, это женщина или мужчина. О людях, которые умеют создавать свою жизнь, делать ее красивой и поднимать ее до небес. Совсем скоро будет 30 лет, как вы служите театру в студии киноактера. Почему вам так полюбился этот театр? Это первый театр, где я вышла на сцену, профессиональную, большую сцену. Первый театр, где я сыграла одну из своих любимейших ролей, главную роль Женю Сундукову в спектакле «Миленький ты мой», который шел на сцене этого театра. Потом мне дорог этот театр еще людьми, которые здесь работают, которые окружают меня. Зритель ходит в театр, чтобы получить настоящие живые эмоции. И вот когда все складывается, игра актеров, атмосфера в зале, вот он получает эти эмоции. А что чувствуете вы после того, как завершается спектакль? Чувствуете ли вы эту энергию зрителя? Иногда бывает зритель, от которого ты не получаешь взамен энергии. А иногда бывает зритель, когда ты вроде устал, но с таким хорошим настроением выходишь, потому что произошел обмен. Мы вместе как-то соединились со зрителем, вместе дышали. Последний спектакль Мюнхгаузена был очень в этом плане интересен. Я чувствовала даже дыхание зала, реакции все зала на нашу игру. В вашей практике очень много ролей, как в театре, так и в кино. Но была ли такая роль, которая стала вызовом для вас? Может быть, не все далось сразу легко? Мне все роли даются непросто. У меня такое впечатление, что я каждую роль начинаю как будто бы в первый раз с нуля. Потому что ты начинаешь, вроде чувствуешь, что ты хочешь сказать, а начинаешь как будто бы вообще ничего не умеешь. Не сказать правильно, не прочитать правильно, не выразить то, что ты придумала, и то, что ты хочешь. И только уже в процессе работы начинается какое-то такое складывание того, что ты задумываешь с самого начала. И еще у меня получается работа, когда я ее вижу целиком, когда я ее начинаю прогонять целиком. Когда я первую сцену начала и пошла по всему спектаклю, я тогда вижу развитие своего образа и финал, к чему она приходит. Сегодняшние творческие позиции театра определяются стремлением коллектива идти в ногу со временем. Театр находится в той поре творческой зрелости, когда может ставить перед собой самые сложные задачи и успешно решать их. Чему учит нас история о храбром бароне? Быть смелыми, находчивыми, не бояться быть не такими, как все. И иногда, может быть, проще столикой юмора относиться к серьезным вещам. А его культовая цитата «Серьезное лицо – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица». Так что «Улыбайтесь» стала самой цитируемой и сохраняет свою популярность сегодня. Чаще улыбайтесь, господа, будьте честны перед самими собой и не забывайте следить за модными тенденциями в культурной жизни нашей страны. С вами была Алина Невойна. И помните, быть культурным – это модно. Увидимся через неделю. До новых культурных встреч! Редактор субтитров А.Семкин